С давних времен человеку угрожали опасные природные явления – землетрясения, наводнения, ураганы и многие другие стихийные бедствия. С развитием цивилизации и появлением промышленных технологий появились новые источники чрезвычайных ситуаций – техногенные, возникающие вследствие аварий на химические и радиационно опасных объектах, дидротехнических сооружениях и иных предприятиях, использующих потенциально опасные вещества и технологии. После разработки оружия массового поражения опасности военного характера стали носить глобальный характер, но даже при использовании обычных средств поражения потери среди мирного населения в последние столетия сильно возросли, как в процентном исчислении, так и в абсолютных цифрах. Определение. Определение. РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Определение. МЧС – координацию контроля реагирования в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет МЧС России. МЧС располагает значительными силами, средствами и резервами, которые позволяют успешно проводить весьма масштабные операции по спасению пострадавшего населения и по восстановлению систем первоочередного жизнеобеспечения. Их показывают и обсуждают по телевидению, в прессе, в интернете. Но операции эти носят экстренный характер и проводятся, когда предотвратить чрезвычайную ситуацию уже нельзя. Однако, подавляющее большинство мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, по подготовке к действиям при возможном возникновении и поснижении ущерба от них, остаются, как правило, за кадром, не привлекая общественного внимания. Эти мероприятия осуществляются непрерывно и заблаговременно органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и отдельными организациями. Создаются необходимые силы, средства, резервы, осуществляется прогнозирование возможной обстановки, принимаются различные превентивные меры организационного, инженерного, социального характера и многое другое. Однако, все это может оказаться безрезультатным, если население не будет участвовать в обеспечении собственной безопасности. Поэтому права и обязанности в этой сфере имеются у каждого гражданина нашей страны и закреплены законодательно. В частности, каждый гражданин имеет право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В соответствии с планами действий по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций, используют средства коллективной индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты от чрезвычайных ситуаций. На медицинское обслуживание, компенсации, социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций. В то же время граждане обязаны Выполнять установленные правила поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне и оказывать содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны. Проходить подготовку в области гражданской обороны, изучать основные способы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки. Соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Усложнение современного производства, повышение энерговооруженности, применение в различных технологических процессах опасных веществ, увеличение интенсивности производства, повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций. В некоторых случаях аварии приобретают характер катастроф и приводят к развитию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрадивающих обширные территории и проживающие на них население. Определение. Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудований и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. При всем разнообразии промышленные аварии подразделяются на следующие. Радиационная авария – авария, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ или ионизирующих излучений. Химическая авария – авария, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ. Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных для человека окружающей среды биологических веществ. Гидродинамическая авария, авария в недротехническом сооружении, вследствие которой вода распространяется с большой скоростью. Транспортные аварии подразделяются по видам транспорта, на котором они произошли, и по поражающим факторам опасных грузов. Это железнодорожные аварии, крушение поездов, дорожно-транспортное происшествие, аварии на трубопроводе, авиационные катастрофы. К возникновению аварии, катастрофы или чрезвычайной ситуации техноденного характера могут привести различные причины, в том числе отступление от требований проектной технологической документации, нарушение регламента ремонтных работ, неудовлетворительное техническое состояние оборудования, неэффективность производственного контроля, неосторожные или несанкционированные действия исполнителя работ, неправильная организация производства работ. Кроме того, к авариям могут привести неправильные действия или наоборот бездействия, связанные с организацией труда, с нарушением правил внутреннего трудового распорядка, правил безопасного проведения работ, норм, правил, инструкции, методик и других требований в области промышленной безопасности. К аварии или катастрофе может привести отсутствие должного контроля, в том числе со стороны самого работника, за физическими и нервно-психическими перегрузками. Для каждого рабочего места, в соответствии с его спецификой, существуют инструкции, строгое соблюдение которых позволяет избежать аварийных ситуаций на данном объекте. Рассмотрим несколько реальных примеров, когда действия или бездействия работников привели к авариям, катастрофам и развитию чрезвычайной ситуации. Пример первый. 14 ноября 2012 года в городе Березники на заводе «Ависма» в результате выброса парогазовой смеси от отравления погибли 3 человека и более 20 пострадало. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Суд признал виновными двух рабочих, обслуживающих производственные печи, нарушение требований рабочей инструкции, инструкции по охране труда, правил безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков. Причиной аварии стало нарушение порядка чистки газохода. О возникших трудностях вопреки регламенту виновные не сообщили начальнику смены. Пример второй. Авария на шахте Ульяновская, произошедшая 19 марта 2007 года, унесла жизни 110 человек. Расследование показало, что причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированы, перенастроены на меньшие показатели. Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля. К ответственности привлечены начальник смены, механик участка вентиляции и техника безопасности, бригадир и электрослесарь. Можно привести еще много примеров такого рода, но вывод один. Всегда необходимо помнить, что все инструкции, нормы и правила, как говорится, написаны кровью, и любые действия, выходящие за рамки этих документов, могут привести к аварии, катастрофе и чрезвычайной ситуации. При этом следует учитывать, что служебная зависимость не является оправданием ни с точки зрения закона, ни с позиции морали. Это разве что смягчающее обстоятельство. Аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии могут стать источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Как правило, опасность чрезвычайных ситуаций техноденного характера для населения и территории возникает. Во-первых, при авариях на опасных объектах, где используется, производится, перерабатывается, хранятся и транспортируются, пожаро-зрывы опасны, опасны и химические, радиоактивные и биологические вещества. Во-вторых, при авариях на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Это прекращение обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затопления жилых массивов, выход из строя систем канализации и очистки источных вод. На территории любого региона могут располагаться ядерно-радиационно-химические и биологически опасные объекты, газо- и нефтепроводы, пожары- и взрывоопасные объекты, гидротехнические сооружения и другие потенциально опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах с выбросом опасных веществ могут привести к массовому поражению людей и загрязнению окружающей среды. Характер поражений и характеристики зоны заражения зависят от вида опасного вещества, его физических и химических свойств, состояния атмосферы. На радиационно-опасных объектах аварии с выходом радионуклидов в окружающую среду могут привести к радиоактивному загрязнению территории и значительному материальному ущербу, связанному с дезактивацией территории, эвакуацией и отселением жителей, выводом земель из сельхозоборота. При грамотных действиях поражение людей носит единичный характер. К пожаро- и взрывоопасным объектам относятся многие предприятия химической, нефтегазоперерабатывающей, целлюозно-бумажной, вакокрасочной промышленности, предприятия, использующие газо- и нефтепродукты в качестве сырья или энергоносителей, топливозаправочные станции, а также объекты, где может образовываться угольная древесная пыль, где производится сахарная пудра, мукомольные предприятия, лесопильные и древообрабатывающие производства. Наиболее опасные пожары и взрывы происходят на предприятиях нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности. При этом происходят разрушения и уничтожения зданий и сооружений, гибель людей, могут возникнуть и вторичные источники чрезвычайных ситуаций. Гидротехнических сооружений на территории России насчитывается около 30 тысяч. Разрушение гидротехнических сооружений на крупных водохранилищах может привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, множеству городов и сел. В мире наибольшее количество погибших от аварий на объектах промышленности энергетики приходится именно на разрушение плотин. Биологически опасным объектам относятся предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности и следовательские лаборатории, где используются патогенные микроорганизмы, продукты метаболической деятельности микроорганизмов и микробиологического синтеза. Характерными для биологических аварий являются длительное время развития чрезвычайной ситуации, наличие скрытого периода в проявлении поражений, отсутствие четких границ возникших очагов заражения. Транспортные магистрали являются серьезным источником опасности, поскольку по ним перевозится большое количество легко воспламеняющихся химических, радиоактивных, взрывчатых и других опасных веществ. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок около 12%. Также чрезвычайную ситуацию могут вызвать затруднения в работе транспорта в зимний период. Источниками природных чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления и процессы геологические, гидроводические, метеорологические. К опасным геологическим процессам относятся землетрясения, вулканические извержения, оповзни и обвалы, карсты, просадки в лесовых грунтах, переработка берегов. Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии земли и передающиеся на большие расстояния в виде упрудьих колебаний. Землетрясением принадлежит первое место среди природных чрезвычайных ситуаций по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. В нашей стране наиболее сейсмоопасными зонами являются Камчатка и Курилы, Сахалин, затем Прибайкалье, Саяны, Алтай и Кавказ. Активно действующие вулканы в России имеются на Камчатке и Курильских островах, но и в некоторых других регионах есть вулканы, которые считаются спящими, то есть известны их извершения в исторические времена. Вероятность их пробуждения полностью исключить нельзя. Облзень – это смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Обвал – это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связанности горных пород под влиянием процесса выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. Карст – это процесс, связанный с повышенной растворимостью горных пород в условиях активной циркуляции подземных вод с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседаний. К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся наводнения, половодия, паводок, подтопления, штормовой нагон воды, затор, зажор, русловая эрозия, цунами, сель, снежная лавина. Затопление территории в результате половодия и паводков, зажоров и заторов льда характерно почти для всех регионов России. Затопление населенных территорий становится стихийным бедствием, наводнением, повреждаются здания и сооружения, происходит загрязнение почв, грунтов и воды, нарушается работа транспорта и другие условия жизнедеятельности людей. Причиной этого стихийного бедствия часто становится застройка поймы, водоохранных зон и замусоренность русла реки. Лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор. Сходы снежных лавин происходят во всех горных регионах России. Сель – это стремительный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. В цунами – морские волны, возникающие при подводных и предрежных землетрясениях. Высота крупных волн у побережья достигает от 5 до 20 метров, иногда доходит до 40 метров. В России цунами наблюдаются в основном на дальневосточном побережье. К опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся сильный ветер, смерч, пыльная буря, сильные осадки, туман, заморозок, засуха, суховей, гроза, сильная жара или мороз, которые оказывают или могут оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растениях, объекты экономики и окружающую природную среду. Те или иные экстремальные значения параметров метеорологических явлений и процессов могут наблюдаться практически на всей территории России. Ураган – это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скот с которого превышает 32 метра в секунду. Это, пожалуй, наиболее опасное метеорологическое явление, учитывая повторяемость и величину ущерба. В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, нередко в свою очередь являются причиной наводнений и подтоплений, сели и оползни, в зимних условиях возникают снежные бури. Экстремальная жара приводит к повышению пожароопасности и аварийности, увеличению заболеваемости и травматизма, наносит ущерб сельскому хозяйству. Экстремальные морозы парализуют жизнь городов, губительно воздействуют на посевы, увеличивают вероятность технических аварий, вызывают обморожение, гибель людей и животных, затрудняют работу промышленных предприятий и различных коммуникаций. Сильные осадки вызывают размыв почвы, дорог, повреждения сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта, подмыв берегов рек, возникновение оползней, сход сели и лавин. Зимой сильные снегопады увеличивают снеговую нагрузку на различные сооружения, деревья, вызывают повреждения линий связи и электропередач, образуют снежные заносы. Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. К ним относятся лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары. Ежегодно возникает более 10 тысяч очагов природных пожаров. Больше всего природных пожаров возникает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, но опасность переходов природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики высока и на многих территориях европейской части России. Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений. Количество таких чрезвычайных ситуаций с года в год подвержено сильным колебаниям. Их возникновению способствует скучное проживание населения в городах, массовое трансграничное перемещение людей и продуктов сельского хозяйства в современном мире. К основным опасностям военного характера в первую очередь относятся непосредственные воздействия оружия. Для традиционных видов оружия характерно фугасное, осколочное и зажигательное воздействие, травматические и термические поражения, но нельзя исключить возможность применения противником оружия массового поражения, ядерного, химического и биологического. Во-вторых, воздействие вторичных факторов поражения, возникающих в результате разрушения различных сооружений, особенно радиационно-химически, биологически, гидродинамически пожаро-взрывоопасных объектов. И в-третьих, это опасности, вызванные нарушением среды обитания человека, потери жилищ, нарушение работы сети инженерно-технического обеспечения, перебои в продовольственном собжении, отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи и так далее. Определение. Защита населения от воздействия средств нападения противника. Комплекс мероприятий гражданской обороны по предотвращению или уменьшению потерь населения от воздействия средств нападения противника. Определение. Защищенность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором опасность в чрезвычайных ситуациях для населения, объектов экономики и окружающей среды отсутствуют, снижены соответствующими мероприятиями или предельно снижены негативные последствия возникновения потенциальных опасностей в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по защите при возникновении чрезвычайных ситуаций при военных конфликтах проводятся по следующим основным направлениям. Эвакуация, инженерная защита, радиационная и химическая защита, медицинская защита, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Эвакуация является основным способом защиты при крупных чрезвычайных ситуациях природного и техноденного характера. Применяется также для защиты населения крупных населенных пунктов в военное время. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Упреждающие или заблаговременные эвакуации проводятся при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренная, безотлагательная эвакуация осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторах чрезвычайной ситуации. Как правило, эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, но в некоторых случаях эвакуация может проводиться и в оперативном порядке в зависимости от реально складывающейся обстановки. Основными мероприятиями по инженерной защите являются укрытие людей в специальных защитных сооружениях, а также приспособленных для их защиты в помещениях, производственных, общественных и живых зданий. В зависимости от характера опасности укрытие может носить как вспомогательный к эвакуации характер, так и быть основным способом защиты на короткий срок. Повышение надежности систем жизнеобеспечения, водоснабжения, электропитания, теплоснабжения, а также повышение устойчивости функционирования жизненно важных объектов социального и производственного назначения. Для защиты населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций проводятся и другие заблаговременные инженерно-технические мероприятия, например противоселевые, противопожарные, лавинно-защитные и т.д. Радиационная и химическая защита имеет целью предотвращение или максимальное снижение потерь в условиях радиоактивного и химического заражения. Мероприятия радиационной и химической защиты включают применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинских средств защиты, радиационную и химическую разведку и контроль, выбор и соблюдение режимов поведения людей в условиях радиоактивного и химического заражения, санитарную обработку людей и обеззараживание участков местности, дорог, объектов, зданий и сооружений. Мероприятия медицинской защиты в частности относятся создание сил и средств медицинской службы и поддержание их готовности к действиям по предназначению, контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников, проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Комплекс аварийно-спасательных работ направлен на поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма. Неотложные работы обеспечивают блокирование, локализацию или нейтрализацию источников опасности, снижение интенсивности, ограничение распространения и устранения действий на людей поражающих факторов до уровней, позволяющих эффективно применить другие мероприятия защиты. Перечисленные и другие конкретные мероприятия планируются заблаговременно органами власти всех уровней и отдельными организациями. При этом создаются необходимые запасы и резервы, обеспечивается постоянная готовность необходимых сил и средств, проводятся учения и тренировки, принимаются другие меры. Мероприятия по защите в случае возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по защите в военное время отражаются в планах гражданской обороны объектов и в территориальных планах гражданской обороны и защиты населения. К числу планируемых мероприятий могут относиться приведение в готовность системы связи и оповещения гражданской обороны, приведение в готовность защитных сооружений, ускоренное завершение их строительства, до оборудования под укрытие подвальных и других заглубленных сооружений, строительство быстровозводимых и простейших укрытий, снижение запасов опасных веществ до минимальных размеров, обеспечивающих технологический процесс, световая и другие виды маскировки, усиление охраны и противопожарной защиты, введение в действие планов комплексной маскировки городов, повышение устойчивости функционирования объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения, выдача средств индивидуальной защиты, изготовление простейших средств индивидуальной защиты, перевод на круглосуточное дежурство постов радиационного и химического наблюдения, развертывание медицинских пунктов и санитарных постов, защита запасов имущества гражданской обороны и источников водоснабжения, безаварийная остановка промышленных предприятий, прекращающих работу в военное время, развертывание сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки и высадки, приведение транспорта в готовность, вывоз безопасные районы документов, материальных и культурных ценностей. Также детально прорабатываются вопросы организации разведки, охраны общественного порядка, инженерного, тылового, технического, медицинского и других видов обеспечения планируемых мероприятий. Своевременное оповещение информирования населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановки, а также о порядке поведения в условиях чрезвычайной ситуации является одним из главных мероприятий по защите населения. Определение. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Предупредительный сигнал оповещения внимания всем, то есть завывания сирен, применяется для оповещения как в условиях войны, так и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное время. Сигнал может дублироваться прерывистыми гудками на транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других звуковых средств. После подачи сигнала внимания всем по существующим средствам радио и телевещания передается речевая информация, состоящая, как правило, из экстренного сообщения и дополнительной разъясняющей информации. Речевая информация может также передаваться или дублироваться автомобилями, оснащенными громкоговорителями. Современная система оповещения информирования предполагает также отображение предупреждающей учебной и другой информации на электронных табло, местах массового пребывания людей и на мобильных устройствах типа телефонов, смартфонов, виде смс и ммс сообщений, бегущей строки и так далее. Организация системы оповещения предусматривает заблаговременную подготовку органами РСЧС вариантов экстренных сообщений на каждый возможный случай чрезвычайной ситуации. При этом заранее моделируются возможные стихийные бедствия, аварии и катастрофы с учетом специфических местных условий. На период ведения военных действий, как правило, предусматриваются четыре варианта оповещения. Воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, химическая тревога, радиационная опасность. Например, оповещение о воздушной тревоге осуществляется при возникновении непосредственной угрозы воздушного нападения противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время. Вначале подается предупредительный сигнал, внимание всем. Затем по радиотрансляционной сети в течение двух-трех минут передается экстренная информация. Внимание, внимание, воздушная тревога, воздушная тревога. Отключите оборудование, возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас воды. Проследуйте закрепленные защитные сооружения гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие и порядок. Локальные системы оповещения создаются для оперативного оповещения персонала и населения об авариях на ядерно-радиационно опасных объектах, химически опасных объектах, гидротехнических объектах, где особенно велика опасность катастроф. Локальная система должна включаться очень быстро, с тем, чтобы информация об угрозе заражения или затопления дошла до граждан заранее, еще до подхода зараженного воздуха или волны прорыва, и чтобы оставалось время для выполнения мер защиты. В критической ситуации руководство объекта самостоятельно принимает решение и немедленно задействует систему оповещения. Первоначально включаются сирены объекта и близлежащего живого массива, звук которых означает сигнал внимания всем. Затем следует экстренное сообщение, поясняющее порядок действий в создавшейся обстановке. При получении сигнала внимания всем, внимательно прослушайте сообщение о факте и характере чрезвычайной ситуации, передаваемой по сетям радиотелевещания. Если речевая информация передается и по радиотрансляционной сети предприятия, то руководствоваться следует именно ей, так как она учитывает особенности обстановки на данном конкретном объекте. Например, действия персонала больниц, школ, детских садов должны быть направлены не только на самозащиту, но и на защиту своих подопечных, а работники опасных производств должны позаботиться о дополнительной защите опасных объектов. Необходимо строго выполнить мероприятия, предусмотренные специальной инструкции предприятия или цеха. К примеру, при объявлении воздушной тревоги производится безаварийная остановка производства, останавливается оборудование, отключается электросеть, подача пара, газа, принимаются меры к снижению давления в трубопроводах и так далее. После этого, соблюдая установленный порядок, необходимо укрыться в защитном сооружении. Там, где по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные в индивидуальных укрытиях. При отбое воздушной тревоги, в случае отсутствия заражения на поверхности, персонал возвращается на свои рабочие места и приступает к дальнейшей работе. В случае разрушений на производстве работники принимают участие в проводящихся аварийных и других неотложных работах. В случае получения информации о химической опасности, при наличии надеваются средства индивидуальной защиты, проводятся укрытия в убежище гражданской обороны. В помещениях отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, закрываются и герметизируются окна и двери. Для повышения герметичности помещения необходимо заделать все трещины и щели в окнах, дверях и дверных коробках, закрыть отдушины, вытяжки, задвижки, при этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Из помещений не выходить. Если это возможно по условиям обстановки, то организуется выход персонала и посетителей из зоны заражения. Выходить из зоны заражения следует перпендикулярно направлению ветра не менее чем на полтора-два километра. В экстренных случаях для защиты органов дыхания можно использовать плотную многослойную ткань, полотенце и шарфы, увлажненные водой или нейтрализующими растворами в зависимости от опасного вещества. Например, при угрозе поражения аммиаком 2-5% раствор лимонной кислоты, а при угрозе поражения хлором раствор пищевой соды. В случае получения работниками сигнала «Внимание всем!» с информацией о радиационной опасности следует надеть респираторы, ватно-марливые повязки, а при их отсутствии закрыть органы дыхания платком или одеждой и проследовать закрытые помещения. Отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, проводится герметизация помещений, создается запас воды в герметичной таре. При необходимости проводятся укрытия в убежище гражданской обороны или в противорадиационных укрытиях. Сокращается до минимума выход людей из помещений на открытую местность. В случае вынужденного выхода необходимо применять средства защиты органов дыхания. Режим поведения в сложившихся условиях доводится до персонала объекта. Администрация объекта уточняет в вышестоящих органах управления гражданской обороны необходимость, целесообразность и возможность эвакуации персонала объекта и порядок дальнейших действий. Выход из защитных сооружений гражданской обороны и других загерметизированных помещений разрешается только по распоряжению местных органов гражданской обороны. В случае получения сигнала внимания всем с информацией об угрозе катастрофического затопления проводится срочная эвакуация персонала и наиболее ценного имущества, документации, безопасные места, укрытие в незатопляемых частях прочных зданий и сооружений, выход на возвышенные участки местности. Работники организации, включенные в состав спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению и выполнению мероприятий по гражданской обороне, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций действуют согласно соответствующим положениям, планам, инструкциям и распоряжениям своих командиров. Для защиты человека в условиях химического, радиационного и биологического заражения используются средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Определение. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, предмет или группа предметов, предназначенных для защиты человека или животного от радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ, бактериальных, биологических средств цветового и теплового излучения. Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и изолирующие. Изолирующие средства защиты органов дыхания снабжаются источниками чистого воздуха или кислорода в виде баллонов сожжатым воздухом или химически-федеративных патронов, либо воздух поступает с некоторого расстояния с помощью насоса или воздуходувки. Изолирующие средства используются при очень высокой концентрации опасных веществ или при низком содержании кислорода в воздухе, а также если вид опасного вещества неизвестен. Для использования автономных изолирующих средств, как правило, требуется специальная подготовка. Наибольшее распространение получили фильтрующие средства защиты органов дыхания. Их принцип действия основан на очистке вдыхаемого воздуха от различных примесей с помощью специальных фильтров. Следует помнить, что время защитного действия фильтров ограничено. Чаще всего используются гражданские фильтрующие противогазы типа ГП7, ГП7Б, ГП7В. Эти противогазы надежно защищают от многих отравляющих и других опасных веществ. Лицевые части противогазов изготавливают трех ростов. Подбор необходимого типа размера осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата в головы. По сумме двух измерений в соответствии с инструкцией устанавливают нужный рост лицевой части и положение упоров лямок наголовника. Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность. Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост лицевой части и положение упоров лямок соответствуют требованиям. Затем проверяется целостность, обращая внимание на крепление стекол очкового узла. Осматривается клапанная коробка. Клапаны не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующей поглощающей коробке не должно быть вмятин, ржавчины, проколов и иных повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна поглотителя. Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри влажной ветушью. Бывшая в употреблении лицевая часть протирается дезинфицирующим раствором. Продуть узлы вдоха и выдоха. С фильтрующей поглощающей коробки снять заглушки. Коробка ввинчивается до отказа в патрубок. Для надевания противогаза необходимо взять лицевую часть обеими руками за боковые лямки, растянуть лямки в стороны, зафиксировать подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад надеть наголовник на голову без перекосов и подворотов обтюратора и лямок наголовника. Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков находятся против глаз, лицевая часть плотно прилегает к лицу. При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Респираторы представляют собой облегченные средства защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Они получили широкое распространение в различных отраслях промышленности. Респираторы делятся на два типа. Первый – это респираторы однократного применения, у которых полумазка и фильтрующий элемент одновременно служат лицевой частью. Второй тип – очищает дыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске. Респиратор ШБ1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей, пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала ФПП, фильтр Петрянова из волокон полихворвинила. Респиратор безразмерный. Подгонка по лицу осуществляется путем завязывания резинок на нужную длину. Нос обжимается металлической пластинкой, вшитой в респиратор. Респиратор У2К выполнен в виде фильтрующей полумашки с клапанами вдоха и выдоха. Плотность прилегания респиратора к лицу обеспечивается за счет его формы, металлической пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет свойств материала, который обеспечивает мягкое и надежное уплотнение респиратора по линии прилегания к лицу. Респиратор РУ-60М состоит из резиновой полумаски с клапанами вдоха и выдоха и двух сменных фильтрующих патронов, содержащих специализированный поглотитель. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей, пыли и некоторых газообразных вредных веществ. Фильтрующие патроны специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсических свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировки. Респираторы изготавливают с полумаской трех ростов. Особое место среди средств защиты органов дыхания занимают самоспасатели. Они предназначены для экстерного применения в случае пожара или аварии и обеспечивают выход человека из опасной зоны. Отличительной особенностью этих средств является то, что они уже при заводской сборке готовы к действию и не требуют предварительной подгонки. Как правило, это изделия однократного применения и обеспечивают защиту в течение 15-30 минут. Следует помнить, что фильтрующие средства защиты имеют ограниченный срок действия и не могут обеспечить защиту от всего спектра существующих ядовитых веществ. Индивидуальные средства защиты кожи подразделяются на изолирующие и фильтрующие. Средства изолирующего типа изготавливаются из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность и благодаря этому защищают человека. Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами. В защитной фильтрующей одежде человек меньше устает, движения менее скованы. Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде они обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов. Используют их в комплексе с противогазом. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение или при возникновении угрозы радиационного или химического заражения, развертывается пункт выдачи средств индивидуальной защиты. На пункте выдачи средств защиты проводят необходимые обмеры, подбирают по размерам и выдают средства защиты, инструктируют по подгонке и подготовке их к работе. Противопыльная тканевая маска Маска предназначена для защиты органов дыхания, лица и глаз от радиоактивной пыли и в некоторой степени аэрозоли. Изготавливается маска из ткани по специальным выкройкам 7 размеров в зависимости от высоты лица. Маска может использоваться многократно после тщательной стирки. Гораздо проще изготовление ватно-марлевой повязки. Берут кусок марли размером примерно 100 на 50 сантиметров. В средней части марли на площади 30 на 20 сантиметров кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 сантиметра. Свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату. Концы марли около 30-35 сантиметров с обеих сторон посередине разрезают ножницами, образуя две пары завязок. Завязки можно закрепить стежками нибы. При отсутствии ваты можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты укладывают не менее 5-6 слоев марли. Ватно-марлевая повязка применяется однократно. После использования она уничтожается. Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы был хорошо закрыт рот и нос. Завязки завязывают на затылке. Для защиты глаз можно использовать противопыльные очки. Ватно-марлевая повязка хорошо защищает от радиоактивной пыли. Для усиления защитных свойств при задымлении ватно-марлевая повязка может увлажняться водой. При угрозе поражения аммиаком применяется слабый раствор лимонной кислоты. А для нейтрализации хлора используют раствор соды. В качестве простейших средств защиты кожи человека могут быть использованы прежде всего производственные одежды. Куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не только защищать от попадания на кожу радиоактивных веществ, но и от капель, паров и аэрозолей многих химических веществ. Брезентовые изделия, например, защищают от капельно-жидких отравляющих веществ зимой до 1 часа, летом до 30 минут. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой полимерной пленкой. Защиту могут обеспечить также и зимние вещи. Пальто из грубого сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или бытового назначения, резиновые боты, галоши. Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие отравляющие вещества до 3-6 часов. Для укрытия групп людей применяются средства коллективной защиты. Это специально построенные защитные сооружения гражданской обороны, приспособленные заглубленные подземные помещения и сооружения, а также простейшие укрытия. Определение Защитные сооружения гражданской обороны Сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны подразделяются на убежище, укрытие и противорадиационное укрытие. Убежище обеспечивает защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. Убежище характеризуется наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежным делаются входы и выходы, а на случай их завала устраиваются аварийные выходы, лазы. Входы оснащаются защитно-герметическими дверьми. Укрытие – это защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражение обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций выше расположенных этажей зданий. Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту укрываемых от воздействия низирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускающие непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нескольких суток. В качестве простейших укрытий используются щели, блиндажи, а также подвалы, погреба, внутренние помещения зданий. В режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны могут использоваться для хозяйственных нужд, а также для обслуживания населения по согласованию с органами управления по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение проводится подготовка защитных сооружений к приему укрываемых, строительству быстро возводимых защитных сооружений и приспособлений заглубленных и подземных помещений. Места расположения убежища и укрытий указываются специальными знаками. Заполнение защитных сооружений осуществляется по сигналам гражданской обороны. Укрываемые пребывают со средствами индивидуальной защиты, одежды и запасом продовольствия. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества. Размещение, как правило, происходит группами по производственному или территориальному признаку – цех, участок, бригада, дом. Места размещения групп обозначаются указателями. В каждой группе назначается старший. Укрываемые размещаются на нарах. Устанавливается очередность пользования местами для лежания. При переполнении возможно размещение и в проходах. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры. Как правило, для всех укрываемых, за исключением детей больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении устанавливается определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки. В это же время раздается вода, если она лимитирована. Уборка помещения производится 2 раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. Технические помещения убирают личный состав звена по обслуживанию убежища. Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища, соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам и детям. Запрещается прикасаться к электрооборудованию, баллонам с сожжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где установлены дизельные электростанции и фильтровентиляционный агрегат. Запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу, самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитные герметичные двери, а также сжигать керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта. В случае проникновения вместе с воздухом опасных веществ, укрываемые немедленно должны надеть средства защиты органов дыхания. В случае масштабных чрезвычайных ситуаций, а также в районах возможного ведения боевых действий, часто единственным эффективным способом защиты является эвакуация. К эвакуационным мероприятиям приходится прибегать при авариях на атомных электростанциях, при выбросах ядовитых и вредных веществ, при крупных природных пожарах. В военное время эвакуация позволяет снизить плотность населения городов, отдалить население от наиболее вероятных объектов нападения противника и тем самым существенно снизить потери населения. Определение. Эвакуация населения по планам гражданской обороны, комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу с территории городов и иных населенных пунктов, отнесенных группам по гражданской обороне, гражданского персонала организаций, переносящих свою деятельность в загородную зону или прекращающих ее в военное время, нетрудоспособного и незанятого производства населения, а также населения, проживающего в зонах возможного катастрофического затопления. В военное время, помимо собственной эвакуации, проводится рассредоточение. Это размещение в ближайших районах загородной зоны работников объектов, производственная деятельность которых будет продолжаться, и неработающих членов их семей. Рассредоточению подлежат рабочие и служащие уникальных специализированных объектов, важнейших предприятий обеспечения городского хозяйства и органов власти. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по территориальному и производственному принципу. По производственному принципу проводится рассредоточение работников объектов, продолжающих свою работу в военное время. По производственному принципу эвакуируются также больницы, детские и образовательные учреждения и некоторые другие организации, продолжающие работу в загородной зоне. Эвакуация остального населения, нетрудоспособного и незанятого в производстве, проводится должностными лицами органов местного самоуправления по территориальному принципу. Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях, санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, живых домах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. Помимо населения, эвакуации подлежат материальные и культурные ценности. Определение. Эвакуация населения в мирное время это комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации природного или техноденного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных, вне зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, районах или местах. Особенности проведения эвакуации в мирное время определяются характером источника чрезвычайной ситуации, пространственно-временным характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и охватом эвакуируемого населения, временем и срочностью проведения эвакуации. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы планируется заблаговременно в мирное время. В органах власти и на предприятиях разрабатываются взаимоувязанные планы эвакуации, включающие маршруты движения, графики вывоза и вывода, перечни эвакуируемых материальных и культурных ценностей, районы размещения, обеспечения транспортными средствами, средствами индивидуальной защиты, продовольствием и водой, перечень дознашных лиц, ответственных за эвакуацию и т.д. С объявлением эвакуации развертываются сборные эвакуационные пункты, промежуточные пункты эвакуации, приемные эвакуационные пункты, приводятся в готовность эвакуационные комиссии, эвакоприемные комиссии, группы управления и другие эвакуационные органы. При объявлении эвакуации необходимо взять с собой документы и личные вещи с расчетом на длительное пребывание в загородной зоне, продовольствие и питьевую воду на 2-3 суток. К ручной кладе следует прикрепить бирки с указанием своей фамилии, инициалов, адрес жительства и конечного пункта эвакуации. Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, место постоянного жительства и конечного пункта эвакуации. К установленному сроку эвакуируемые самостоятельно прибывают на сборный эвакуационный пункт. На сборном пункте проводится регистрация и инструктирование о порядке дальнейшего следования в места размещения. В экстренных случаях эвакуация может проводиться без развертывания сборного пункта. При этом оперативные группы организуют вывоз и вывод людей на границу опасной зоны с последующей отправкой к местам временного размещения. Работники организаций, которые продолжают свою работу в военное время или переносят свою деятельность в безопасный район, действуют согласно планам эвакуации своих организаций. Продолжение следует...